О российском образовательном каноне. Вот была группа знаний в реакторах, проводит такие собрания, которые называются интерактивный институт СССР. То есть они пытаются от СССР разобраться, что такое был Советский Союз, что взять у него все самое хорошее и пойти дальше. Ну их вот такой тезис. И в том числе речь шла об неком образовательном каноне. Была большая игра, про которую расскажу чуть позже, и было большое обсуждение. Из нашего сообщества, как бы, философский штурм, там было два человека. То есть я и Александр Сергеевич Бойцов, он же Бронза. Мы оттуда в другом ходили. Ну помнишь, тебе же было, он просил когда-то его сводить на такие игры. Я вот его сводил, да. Как это произошло. Значит, еще особенность была счастливая, редкость, что подобное собрание было бесплатно. То есть обычно в зданиях в реакторе такого не бывает. Вот. Это, значит, о чем они говорили. Значит, как всегда, в центре была некая стратегическая игра. Но мы были все залом учениками. А все девушки и женщины, которые были на этом, поскольку у нас коллектив всегда женский, они перед нами изобразили школу, о которой я, в общем-то, расскажу. Вот. Таким образом. Что такое образовательный канон? Это образовательный канон, это те вещи, которые люди учат, и которые в какой-то культуре должны быть обязательно людьми быть известны. Например, в армянской культуре современное есть классическое образование. Оно строится на чем? В основе его лежат изучение древних языков. В первую очередь латыни и древнегреческого. Таким образом считается, что они пытаются поставить людям мышление. Был советский канон. Он устроился, что в центре, в сердцевине была математика. Да? Каким-то образом. И как бы естественной науки. Поэтому была попытка сформулировать некий образовательный канон, то есть некоторые требования специальные, к тому, чтобы обучать потом граждан, граждан или русских, то есть, как говорил Сергей Борисович Переслегин, ставить для них мышление. Мышление лучше все ставится с помощью математики, типа считается. Вот. И, разумеется, была вот эта самая игра. И в этой самой игре, после этого была так называемая рефлексия, кто чего увидел. Сергей Борисович увидел одно, я увидел другое. Я хочу об этом немного рассказать. Значит, ну почему нам важно? Ну, нам важно знать, как развиваться будет наше образование и что будет положено в основу этого самого образования. Значит, такова история. И вот собрали, я-то говорю, что следующее, что некий есть канон уже сейчас, он уже складывается, он уже сложился, и не надо навязывать людям там математику, естественно, науки, все остальные. Он вкладывается, он получается. Надо просто смотреть, что будет, и этому канону, по большому счету, следовать. И вот выстроились они у нас следующим образом. Значит, впереди, позади всех, они даже встали на стулья, как вышли, встали на стулья, выше всех, и они просто были не самого маленького. Встала. Директором школы была преподавательница английского языка. Рядом была заучем преподавательница второго языка. После этого здесь собралась вот такая группа товарищей. Там была эстетика, там была литература. А здесь четверка стала об этом, свиньей, не помню кто. Но тоже были гуманитарные. Там была почему-то физкультура еще была. И география. А география, как вы знаете, в российской школе, это гуманитарная наука. Это неестественная, гуманитарная. Это я вот тоже это отметил, по большому счету. И вот они, вот такой свиньей стали, как это становится, в настоящей русской школе, женский коллектив, и пошли на нас в зал, что называется. Ну, конечно, идти не могли, а мы здесь сидели. И здесь сбоку стояла, значит, преподаватель математики и преподаватель физики. Поэтому преподаватель физики рассказывала, значит, что мы, говорит, физикой будем заниматься в опоре на эксперимент. Только так будем заниматься физикой, значит. И, а дальше, говорит, математикой будем заниматься. И Сергей Борисович потом начинает нам рассказывать, что когда у нас все гибнет, типа того, что... И все понимают, что все должно разрушиться, и на нас идут враги. То, оказывается, что все, кого может спасти, это, естественно, научные знания с опорой на математикой. Они откуда-то там из фланга приходят, и все подойдут, победят и разобьют. Но это совершенно как бы не так, потому что это было не видно. Было показано, что стоят две сиротки небольших. Ну, вот я вам представляю, да? Они, во-первых, ростом гораздо ниже. Вот здесь стояла директор, у них ранится вот на стуле, да? Вот здесь у них стояла рядом физика английского языка. Она на три головы была выше, чем это. И вот они вот здесь такие стоят. Я хочу заметить, что при всем при этом, вот в этой самой свинье боевой, учительской, не было ни биологии, ни химии, ни полноценной физики как таковой. Ни едной, естественно, научной дисциплины не было. Здесь была эстетика, здесь была физкультура, здесь была география. Ну, в том смысле, в каком надо различать Шарм-эль-Шель от Куршевеля. Надо различать Шарм-эль-Шель от Куршевеля. И здесь, на невиданном педестале, порядка семьи, занимаясь высшей административной должности, два иностранных языка. Современный какой-то английский и еще какой-то. Вот такая вот эта, значит, ситуация получилась. Поэтому я говорю, что на самом деле стихийно некий канон уже начал складываться. Есть некий стихийный канон. И это самый стихийный канон, его надо просто пытаться осуществить, его как бы на практике, правильно. То есть мы фактически, математику и физику, все естественные науки из образования изымаем. И у нас было классическое образование раньше, основанное на изучении древних языков, романское. Точно так же, вот у нас оно стихийно складывается. То есть у нас образование будет строиться на изучении двух иностранных языков. По всей видимости, какие-то данные общие по математике людям нужны. Ну, что туда должно входить? Ну, в первую очередь, туда должно входить, ну, наверное, квадратное уравнение все-таки надо уметь решать. Скобки раскрывать надо уметь решать. Я сейчас применится занимался. Я просто вот раскрыть скобки, вот там, 7х плюс 5, скажем, на 2х плюс 3, да. Вот это для нее нерешаемая задача. То есть мы сейчас раскрыть скобки и... Да, просто одно на другое умножить, да. Куда устроился? 13 лет. Ну, вот это реально. Притом они там 8 пятерок четверти, по математике не знаю, что плохо, по-моему. Физики вообще нет простого. Капки бы они уже изучают? Они много чего изучают, но таких вот вещей она не решает. Ну, у меня это, ее мама, у меня сестра, ну вот, 2 в 11 разделить на 2 в 6. Ну, 2 в 5, да? Фиг там. 2 возводится в 11 степень, и 2 в 6 тоже возводится в 6 степень, потом делится столбиком. Хочу заметить... Это очень долго. Хочу заметить, что возводится неправильно, и то, и то. То есть, делится одно на другое. Это такая вот эта ситуация вещь. То есть, стихийно получилась ситуация такая, что у нас, естественно, науки и математика, они на сегодняшний день выкинуты из программы. И дети действительно не понимают, зачем они нужны. Потому что все мои вопросы, какие я там не говорю, ну что там, вот я пытаюсь объяснить, она мне это в жизни не потребуется. Ну, она отчасти это права. И действительно, такая штука, скорее всего, в жизни не потребуется. Что такое физика? Ну, там вычисляли объем, есть плотность, например, бензина, надо посчитать объем цистерны, если он там сколько-то килограмм. Ну, вот. Ну, кто-то звонит. То, значит, у нас получается, что это тоже, как бы, говорят, что мне эта жизнь не потребуется, она этого, как бы, не знает. И вот рисуется такая свежая картина, когда дети учат английский язык, это то, что им в жизни не потребуется. Еще какой-то, французский, итальянский. У них есть большие... А? Испанский. Испанский, да. Что они какие-то эти вещи расскажут. Они должны быть относительно здоровы, у них есть физкультура. У них есть география, как гуманитарная дисциплина, которая рассказывает о пальмах шарма шельхи и снеге в Куршевеле. Вот такая эта ситуация. Даже может войти и биология, как природа. А биология, химия и физика, они даются, как бы, таким единым блоком. Природоведением. Да, как природоведение они тогда даются. Вот они всем вот этим. Где-то рассказывают такие вещи, что есть заряд, заряд будет положительный, отрицательный. Они отталкиваются... Или вообще вернутся к натурфилософии. Да, или какие-то вот такие вещи. Они отталкиваются точно так же. Нет. Вы сказали, что школа выстроена в понятии успеха. И вам поможет вот здесь это знать? Ну, я не знаю. Нигер его знать может. Например, даже просто читать, например, сайты иностранные. Да. Зачем читать-то? Как вы понимаете? Зачем вообще по-русски читать? Ну, например, программисту, например, разобраться с чем-нибудь. Нет, конечно, просто не на литературу. Научная литература сейчас вся на английском. Ну, это показывали. Вот здесь у меня собственная биология. Ученые, которые работают в штатах и за границей, они там бессмысленно писать на русском. Они пишут сразу на английском и потом только переводят на русский язык. Так вы отвечаете на мой вопрос и рекомендируете, да? Нет, я отвечаю. То есть вы пропускаете что-то для чего? Для какого-то конкретного приложения. Вы это пропускаете? Для любого. Вот я говорю, а здесь-то зачем вам втроем? Ой, в смысле. То есть мне сейчас английский нужен во многих сферах. И философии, и программирование, и управление бизнесом, различные приложения, все. То есть просто нужно это читать. Поэтому я говорю, математика в каком объеме? Никаких производных, никаких логарифмов, никаких интегралов. Они об этом ничего и даже знать не должны. Вот уметь расхватить скобки. Уметь, наверное, решать квадратное уравнение. Ты хочешь сказать, что так правильно? Да. Это стихийно складывающийся канон нового русского образования. Так это неправильный канон. Почему? Ты его можешь ломать только на силе. Ты его ломаешь. А вот они реально не понимают, зачем им нужна нахрен математика. Нахрен им нужна физика. Я скажу... Так это, может, кто-то идет, а? Нет, так вы мне так же не объясните... Мне просто кто-то звонил, может, кто-то идет. Нет, не звонили. Мне, мне звонили там постоянно. Нет, вы телефон? Да. А где телефон? Ну где там? Нет, ну там где-то открыть-то надо. Языки это же то, как бы, средство коммуникации. То есть вы читаете на иностранном языке все равно литературу по какому-то конкретному предмету. Это означает, что мы на периферии, как бы, а центр, но как бы в другой языковой культуре живет. И чтобы кто-то хотел с центром приобщиться, надо снать язык. Вот и все. Мы периферии теперь мира. И знание русского языка ничего не дает. Кроме локального. Трамплин, если человек захочет изучить ту же биологию, ту же физику, еще какие-то науки, ему нужен английский. Физику, преспокойно, можно изучить без английского. Нет. Имеется в виду физику на довольно профессиональном уровне. На профессиональном уровне? Нет. Современную физику. Все переведено на литературу. Что переведено? Огромное количество литературы на русском языке. Устаревшие? Нет. Почему устаревшие? А кто мне-то разводит? А кто мне-то может телефон поднести просто? Ну, блин. Ну, там где-то лежит. Ну, ладно. Ну, в любом случае, если бы для того, чтобы... Да ладно, ладно. Не надо. Не надо. Биология точно англоязычная уже сейчас. То есть нормально. Вот книги по биологии англоязычные. Философия англоязычная. Пафис Сергея Борисовича Переслегина состоит в том, что типа мы через математику будем ставить мышление. Он еще раньше говорил, что детишкам в школе надо теоретическую физику преподавать. Потому что через теоретическую физику мы мышление поставим. Ну, и в любом случае теоретическую физику? Через умение решать задачи, умение приглашать. Я-то говорю, что как раз, значит, ситуация, она складывается таким образом, что мышление нафиг кому нужно ставить. Я бы согласился, что нужно ставить мышление, но я бы не согласился с тем, что математика ставит мышление. А она не ставит мышление. Но я думаю, что мы, на самом деле, все физики более-менее, математики, нам там мышление поставили через такие вещи. Да, потому что советский канон ставил через математику. Да, я понимаю. Можно поставить? Да. Мне кажется, здесь как бы корень сдвига этого канона лежит в том, что изменилась экономика. Потому что, что бы там мы ни говорили, но система образования, она просто является обслуживающей экономику. В те времена, когда королевой наук была математика и физика, вот в нормальном смысле слова, экономика понималась как индустриальная. То есть, та экономика, которая производит материальные вещи, строит мосты, выплавляет сталь в нужных количествах, для чего-то это нужно и так далее. Просто современная экономика перестала быть индустриальной. В этом вся штука. Поэтому математика нужна каким-то вот, ну, совершенно ничтожному количеству гиков, ничтожному количеству вот оторванных от жизни профессионалов, которые единственные понимают, как вообще вся эта математика работает. Не совсем так, потому что есть, конечно, чистая математика, действительно, она практически никому нужна. Но есть прикладные области математики, которые активно используются в IT-отрасли, но при этом, при этом, на целую фирму или на две-три, достаточно одного математика. Который проведет какие-то расчеты, а программистам тоже не нужно. Просто, Саш, видите, здесь очень большая сложность. Дело в том, что когда они вот такие вещи не решают, то вообще все, ну, очень многие вещи потом в образовании, в жизни, ну, даже, ну, нам вот с вами даже трудно себе представить, на какие вещи они не способны. То есть вычислить, вычислить плотность жидкости, нерешаемая задача, ну, просто вообще нерешаемая. Никак. А зачем? Никак. Ей, может, и никак не потребуется, может, на Макдональд склонировать пойти или чего-то еще. Да нет. Может, успешный бизнес, любой офис, любая офисная работа. Ну, есть противоположные вещи. Нет, это же признак слабости мышления, когда человек не в состоянии такие элементарные вещи сделать. Но зато он знает английский, в отличие от моего слабого мышления, которое английского не знает. Александр, это правда, мышление можно ставить через разные камни. Не в другой камни, а в другое мышление. Да, потому что ставили же, а его успешно достаточно, вот это классическое образование романское, где его ставили через долбюжку двумя мертворожденными, мертворожденными, наверное, мертворожденными, двумя мертвыми языками. Его до сих пор ставят, до сих пор итальянское, французское в честь такое образование, оно вот так устроено. Ну, есть просто другие признаки, например, любимого Сингапура, который сейчас тоже очень активно падает, сильнее, чем и российская экономика даже. Я читал интервью человека, который у них создавал индустрии всевозможные. Он как, ну, там, микроэлектронику, чего-то, он брал их новую. Он как это делал? Он отлавливал детишек, они там все говорят на английском, у них английский это естественный процесс, образование на английском, все это. Он их отлавливал, по какому-то принципу, и после этого отправлял на стажировку в лучшие места, в которых это были. И после этого их там, и каждого сопровождал, говорил, что тебе нужно, как тебе помочь, что сделать. Они потом возвращались, и там 10-15 человек, вот так хорошо обработанных, создавали индустрию в этом году. По какому критерию он их отлавливал, английский они знали. Только по способности к математике, это у него был единственный. Мы создавали биотехнологию, он собирал людей по математическому принципу. Только вот по такому принципу он их отбирал. Вот это как бы так, вот это очень интересно. Ну, опять, мышление действительно, если можно его назвать мышлением, то оно ставится через, ну, если его нужно ставить. Но я хочу заметить, Игорь, что у нас в России ситуация гораздо хуже. Я бы назвал ее ситуацией сословного общества. А сословное общество, если ты принадлежишь какому-то сословию, да, то тебе полагаются определенного рода льготы и привилегии. И ты с другим сословием так обмениваешься этими льготами и привилегиями. У нас взятка же не является взяткой. Это то, что тебе некая дань, коммуникация между сословием, между прокурорскими, скажем, и ФСБ. Покурорские, они, скажем, сословия надзирают, а те им, значит, за это дело платят. Я хочу заметить, чтобы сложилась странная ситуация. И у нас действительно некоторые сословия, то есть кланы, группа людей, они в нашем государстве имеют высокий вес. Ну, там, Госнархиоконтроль, ФСБ, ФСО. У нас, например, в прошлом году на Государственную Думу и Совет Федерации ушло больше денег, чем бюджет ФАНО, то есть Академия НУЛУК, по сути. Вот это странная вещь, но они больше. И здесь оказывается та странная ситуация, как получается на зоне, когда люди понимают отлично, что их жизнь полностью зависит от лепилы, то есть от врача тюремного. Но при этом его статус всегда гораздо ниже, чем конкретных пацанов, не говоря уж о воровской элите. Вот это всякая ситуация. Тут как бы вся такая логика сейчас получается, что у нас теперь гуманитарное образование, и оно похоже на то, что творится на зоне. И более того, к этому как бы нас учат. Но это же... Да, да, я... Сам же говоришь, что до сих пор в Италии там есть образцы именно гуманитарного образования. Нет, у нас все хуже. У нас сословное государство. У нас сословное. У нас вот у меня есть знакомый инженер, который удивлялся, блин, автоматизации в стране нет, ничего не автоматизирует. Даже не Берсенев. Зарплата очень низкая у инженеров. Ну, там настройки компьютеров или счет. Он говорит, ну вот сейчас там импортозамещение, они опять потребуются. Я говорю, опять будут низкие задачи. Почему, он говорит? А я говорю, потому что инженеру платить много. Не по понятиям. Понятия не позволяют платить инженеру много. Вот эти ребята, которые обслуживают магистралью в Белане, их менеджеры, вот это всяко на них висит, метроком, вот висят вот эти все эти штуки, их называют изоленточниками. Они по определению в структуре вот этого крупного концерна второй, третий сорт. Точно так же математику... А что это не так было? Нет, немножко не так. Ты сказал, чтобы была какая-то партийная номенклатура, там, руководитель, или какие-то, типа, там, интеллигенты, инженеры, потому что не было такого расстояния в браках предприятий. Да, да. В браках предприятий? Да. Не было. Такой пропасти между директором и рабочим. Инженером. Скажем, инженером, который... Директору пойти поговорить, и главный инженер, и все. То есть, вот этой пропасти сословного внутри не было. Что это вот и второй сорт совсем. То есть, ну, уборщицы, уборщицы. Уборщицы работали те же девчонки, с которыми, ну, даже после института могли поработать, там, вечером помести. И это не было ничем. Ну, по крайней мере, не было вот такой... Разница в зарплате. Да, зарплаты. Не стоили, как сейчас. Тем не менее, она была, но... Какова? С вашей точки зрения. Сейчас расскажу. 60 на 300 рублей. 60 на 300, да. 300 максимум было. Ну, нет, директор мог получать и больше 400 где-то. А, и 60 не было, 80, скорее всего. Ну, с другой стороны, мы знаем, что самая официальная зарплата высокая в стране, это была... Десятикратная и больше. В рамках одного предприятия десятикратная? Ну, пофиг. Ну, ладно, десятикратная. Было, это было, да. Может быть, да, 880, вот так могло быть. Ну, нет, я так хочу сказать, что сформировалась другая ситуация, то есть возникла ситуация вот так называемых сословий, которые замкнуты, которые понимают собственные привилегии и понимают, что есть некие-то ресурсы, на них это сделано. Они могут с собой бороться, как следственный комитет боролся с прокуратурой по-разному, что-либо еще. И я хочу обратить ваше внимание, что сложилась очень странная ситуация, что человек со знанием естественных наук и со знанием математики тем самым, он уже автоматически на нем вышивается эта желтая звезда, да, то он оказывается парием фактически. Это как вот лепило, все понимают, что он нужен. Или это понимают, что… Я думаю, это всегда было. На Руси это надо было всегда. На Руси может быть всегда. На Руси может быть всегда. Но не в мире. Но не в мире. Это очень неотверо всего. И детишки это сейчас очень понимают. Они понимают, что знание математики, естественно, наук тем самым ставит как бы на тебе крест. Ну просто реально. Ты вот знаешь его. Есть у Салтыкова Щедрина замечательный рассказ, как генерал… Один мужик. Один мужик трех генералов прокормил. Там она ситуация. Возникают три на необитаемом острове, три голодных генерала. Он столько голодный, что один другого орден съел. Вот. Они голодные, чрезвычайные. И тут они находят мужика, который спит, без денег ничего не делает. И тут он начинает из бороды делать что-то либо еще. Но здесь не в том, что он их как бы прокормил. Он на самом деле их прокормил. А в том, что они с самого начала понимают, даже на необитаемом острове, что их статус является чем-то принципиально иным. То есть их статус по отношению к статусу этого мужика. Да? Хотя, казалось бы, человек может там пальцы гнуть. Они же от него полностью зависят. Он же все это сделает. Но этого не происходит. Так и не произойдет с инженерами. Этого недостаточно поднять им просто образование. В конце концов, когда опущенного на зоне, когда он обслуживает кого-то, ему всегда полагается что-то дать. Кусочек сахара, печенюшку, что-либо еще. Но тем не менее, при всем при этом, он остается опущенным. Точно так же в сословной замкнутой структуре сформированного российского государства у тебя оказывается, что знания физики, математики, естественных наук и математики, самое главное, автоматически тебя относят к классу парьев. Как и знания инженерных дисциплин. Точно так же. Это очень странно. Но тем не менее, именно платить инженеру не по понятиям. Вот сейчас возникла странная ситуация в экономике. Она состоит, что очень многие предприятия лишаются инженеров своих, ведущих, которые обладают компетенциями. Почему? А возраст пришел. Ему было 70 лет, 75, он взял и умер человек. А у них никого нет. Они что, пытаются как-то что-то делать? Как-то зарплату поднять? Нет, они выставляют ту зарплату, которую привыкли к нему. А он, прошедший через 90-е годы, тоже был согласен на свои 30 тысяч рублей. И вот здесь ему точно так же. И они в этой ситуации. А почему так? Почему нет рынка? А его рынка в России так и никогда и не будет. Инженерных слуг. Потому что у нас сформировано сословное общество. Знание математики где-то еще. Тебя в этой сословной структуре, сословного общества отбрасывает сразу же к классу парьев. Поэтому вот такой канон замечательный возникает. И речь идет не о том, что надо ставить какое-то мышление. Здесь Сергей Борисович абсолютно не прав. Нахрен удалось это кому-то мышление. Речь идет о попытке все заново и заново воспроизвести, как сообщает Булат, тысячелетний круг русской государственности. Вот этого самого. Когда у тебя есть государство, у тебя есть определенного рода проблема. Для решения этого проблемы государство воспитывает определенного рода сословия. Будь ты стрельцов, будь то тайный приказ, то ли будет ты опричников. Они полагаются некие привилегии. И они этим привилегиями и услугами друг к другу, с другими составами обмениваются. И всегда понятно, кто из них выше, кто из них нише. И вот это вот такая вот вещь. А где там оказался русский язык литературы? Русский язык литературы оказался на первом месте. Они свинью шли русским языком литературы. Да, они в самом-самом пике были, да. Это как раз нужно оказалось. Это вот очень интересно, потому что было большое количество женщин, ну, там, девчонками большинство их не назовешь, вот, и они вот так вот выстроились, как в советской школе, и пошли. Я говорю, что серийный. И вот Сергей Борисович как в этом увидел каких-то физиков, которые знают математику, благодаря этому заходят во фланг врагу какому-то, который идет на Россию. Я не знаю. Они стояли две таких маленьких кнопки несчастных сбоку. Но они меня услышат, они обидятся, потому что они старше меня, скажем. Но тем не менее. Вот они стояли сбоку, изображали себя математикой, физикой. То есть у нас есть определенного рода давление старого российского канона, когда пытались ставить на мышление. У нас мышление о чем не угодно ставили. Русские же чего придумали в этих 60-х годах? Они игру с деревянными резанными фигурками на доске превратили в высокое искусство. Шахматы, то есть, да? Это сотни монографий каждый год. Пока же, особенно по сицилианской защите. Турниры, исследования, это искусство, наука и что-либо еще. И везде эти шахматные клубы были. Тоже пытались людям подстраивать мышление. Но как-то, вот я смотрю, русским там особенно так не помогло. Ни математика, ни чего-то. И вот сейчас, когда она предоставлена самим себе, эта вот ситуация, образовательный канон формируется стихийно. Когда у тебя есть во главу угла иностранные языки, способ коммуникации. И вот какие-то вот такие данные. Физкультура, русский язык, чтобы общаться, писать что-то. И вот это вот так. У вас какая-то странноватая такая логика рассуждения, что ошибенную фразу, никто из вас тут вдвоем сказал в двух игре, что индустриализация уже, значит, прошла, экономика сейчас, нету индустрии. Просто перемещается там индустриализация из одной страны в другую, фабрика. Ну да, если ты официант, то тебе надо выполнять простейшие операции, которые за тебя сделает компьютер. И знать, как можно больше иностранных языков. А зачем? Чтобы обслужить и иностранных клиентов, официентов. Ну это, не, ну это у меня как бы другие угрозы замечания. На самом деле, это же не новая история. Если вспомнить, в советское время очень много инженеров готовят. Целую, укус кучу было вузов таких инженеров. И что толку, на самом деле. Да, никакого толку. Не, получалось так, что основные конкурсы были в вузах, где преподавали языки. Ведь это же так, юридический. И все у нас, когда пользуется просто... Смотрите, просто на телевизор, да, как некого рода представление средств учиться, то ведь что вы как-то востребованы? Востребованы какие-то певцы, да? Как мочи востребованы. Это артисты разного жанра. Вот это то есть. Самые востребованные. Ну это не востребованные, потому что они... Телевизор по телевизору. Все хотят стать. Только вы на них смотрите просто. Я понимаю, что мы на них смотрим, но это вот... Конкурсы показывают сами за себя. Не, 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 сейчас... 40 человек на место. Сейчас все, все до ротовы. Как мы знаем, тут прошел... Постребованность нужна... Извиняю, Федорович. Постребованность судить не по конкурсу, а по количеству упускаемых. Вот что мы востребованы. Количество трудоустроенных. Да, сейчас же... А, верноустроенный, да, да. Сейчас же, вот, например, Алексей Навальный сейчас показал, для чего он нужен современному обществу, да? Вот он сейчас показал великолепную, красивую жизнь прокуратуры нашей верхушки, да? И теперь куча детей даже, которые об этом раньше не знали, они не хотят быть космонавтами, не хотят быть прокурорами. Не, ну давно же понятно, что все хотят быть чиновниками. Да, все не хотят быть водителем. Да, счастье, там, у нее же там желание какое-то, да? Чиновник, выше у звена, там, да. Это как в одном время про проституток, по-моему, было, что только проститутки плохие, где показывали, и количество девочек, которые хотели им стать... Ну, это быстро прошло. Ну, видимо, прошло как факт. Да, это быстро прошло. Я просто хотел сказать, что развиваю тему, что у нас никогда не было востребовано это знание, как бы, математики, физики, вообще знание каких-то технических новостей. Ну, оно как некое насилие, как некий канал ставит. Ну, допустим, там, да, 50-60-х годов, многие там... Блин, яркий пример просто этого. Могти попозже. Ну, даже совсем поздно, что, в 90-е годы. Да, ну, если я скажу так, что ситуация в образовании просто является следствием одного из двух. Либо социальной структуры общества, либо состояния экономики. Вот с этим все могут согласиться? Ну, эти двух составляющих вместе. Ну, да. При этом состоянии экономики во многом определяет и социальную структуру. Ну, да. Ну, окей. Нет, вот тут я, кстати, не знаю, кто главный. Я вот тоже не знаю. Это неважно. Я тоже не знаю. Может, социальная структура определяет? Нет, даже социальная структура. Потому что та экономика, которая у нас сложилась, она является как бы следствием мирового разделения труда. И, то есть, мы стали рынком в последние 20 лет. Мы стали рынком, на который хлынули продукты, то есть, пик развития европейской экономики, китайской экономики. А мы все это ели. И вот, когда мы все это ели, вот мы расслоились таким образом. Нет, да. И получается очень интересная вещь. Вот Сергей Борисович говорит, мышление будем ставить. Отлично. Ты ставишь ему мышление через физику, математику, естественно, науки. Но образование устроено, сама структура, что он со своей физикой и математикой автоматически, раз он знает математику, он относится к парням. А человек идет в ГИМО. У нас глава. Вот так не серьезно. Вот я же знаю, просто напросто. Нет, это и ГИМО. Вот можно я скажу про ГИМО? Да, вот уже несколько раз звучало. Да, оказалось, что когда до перестройки, ну, вот так сказать, до развала Советского Союза, это был высокоэлитный институт Советского Союза. И туда шли дети номенклатуры. И там, значит, просто так вот это с улицы, я, допустим, туда не мог попасть. Там, хоть я там, ну, может, если бы я гением был, то, может быть, как-нибудь там и то навряд ли. Но попадали там люди. Потом, когда, значит, произошла антикоммунистическая революция, вот эти девяностые годы, да, и вот это кастовое общество, вот это новое дворянство, номенклатура, оно, значит, поменялось, и там не... Не поменялось. Нет, в смысле, они не пошли в ГИМО. И пошли уже другие, там, многие с улицы и так далее. То есть поменялось там. И потом раз уже оказалось, когда там эти спохватились, а тут уже есть готовые специалисты, которые закончили это в ГИМО. Поэтому тут меняется у нас эта ситуация. Я, честно говоря, вообще не совсем понимаю, зачем вот, ну, как-то... Надо какую-то более конкретную тему, наверное, разговаривать. Нет, она речь идет очень-очень конкретная. Что такое образовательный канон и какой нужно? Потому что у нас же государство, это некая репрессивная машина. Репрессивная машина может сделать так, таким образом, что действительно математика, даже теоретическая физика будет востребована. Ну, заставить просто людей. То есть, вы понимаете, это определение, это вы повторили, определение государства, да, что аппарат по подавлению, значит, и так далее. Ну, и это же ленинское определение. А есть нормальное определение государства. Государство, это объединение граждан для совместного решения общих задач. Это где же такое государство? Ну, нет, это другой вопрос, что, может быть, вы сейчас эту фразу услышали первый раз. Нет, мы же... Давайте подойди по государству. Понимаете? Просто на самом деле государство могло стимулировать, как-то, да, занятия. Ну, да. История математики. Создавать спецшколы, как раньше было. И сейчас. История математических, да, да. Не взять и ленинских людей, которые там учатся вести дальше, да, когда ты был приятный ход. Нет, понимаете, какая штука? Государство, конечно, может выдумать себе какую угодно конструкцию и ее насаждать. Но куда будет потом девать этих людей? Вот все эти замечательные тысячи и десятки, и сотни тысяч людей, получивших прекрасное инженерное образование, куда их было девать в Советском Союзе? Куда? Их рассовывали? Да и в России тоже. А? Да и в России такая же ситуация. И в России еще хуже ситуация, потому что в реальную экономику их девать некуда. Потому что она маленькая. А там уже, как бы, она могла жить, как вот ты приводил примеры, да, просто потому, что еще есть эти старики, которые 60-70 лет. Их квалификации вот так вот хватает, чтобы все продолжало работать. Куда девать молодежь? Молодежь девать тупо некуда. Поэтому государство может, конечно, что угодно сделать. Но оно этого делать не будет, потому что оно создаст просто большое количество людей, которые обучены тому, с чем они никуда дальше деться не могут. Они не могут не пойти никуда вот со своим знанием. Это же обучить сложно, потому что в обучение входит практика, а на заводах нет. Просто не получится. Ну, опять же. Оборудование на этом уровне, которым было. Да, практики просто нет. Ну, и идея-то как раз она была о другом, потому что вы представляете, что в Катае кандидат и должного членовника должен был написать там сочинение, например, о красоте пода. Кандидатурный экзамен. Да, вот такая штука. Точно так же и сейчас. Сейчас это можно было бы сделать. Но, к сожалению, это не так. Нет, сейчас как бы в другом. На мой взгляд, вот то, что... Речь идет о том, что говорит Сергей Борисович, попытки поставить мышление. Что он потом с этим мышлением будет? Нет, нет, нет. Это заблуждение в текущей ситуации совершенно точно, потому что текущая система образования, насколько я понимаю, занята не постановкой мышления, а подготовкой добросовестного члена общества потребления. И все. Человек должен уметь потреблять. Разнообразно. И все. Больше ничего от него не нужно. Он не должен уметь решать уравнение, раскрывать скобки. Потому что это раскрытие скобок нужно для кого? Для того, кто создает. В Союзе только было иначе, потому что какие-то были идеалы. А так это всегда... Нет, здесь не пределы. Здесь не пределы. Та экономика, которая ориентирована на потребление, это сформировалось в 60-е годы. До этого не было. То есть передавали табуретку несколько поколений ложки, вилки, одежду перешивали. А вот именно экономика, которая требует постоянной ротации товаров и общества потребления сформировалась в последние 50 лет. Ну, когда... Собственно говоря, ну да. Александр, в разных странах это по-разному. Нет. Это общий экономический тренд планеты. Общий экономический тренд. Александр имеет в виду, что все страны в разное время по-разному проходили этот порог. Ну да, да. Но это определяется ростом производительности труда. Ну понятно, что в середине 20-го века, в 60-х в Советском Союзе общества потребления не было. Почему не было? Потому что нечего было потреблять. Нечего было потреблять. Потому что совокупные затраты на милитаризм превышали и по этому нечего было потреблять. И поэтому да. Что же говорить? Нет. Мы же не о причинах говорим, а о факте. Так о факте. На факте говорим, что нечего было потреблять. И до Второй мировой войны даже наши солдаты, когда захватывали соседние области, приходили и видели, какая разница была между Советским Союзом и теми оружиями.